Вы и далее себя вважаете победителем на выборах мэра Харкова. Вы приехали с войной на Кернеса. Какая доля ждет на Кернеса и Добкина? Жизнь у человека слишком короткая, чтобы тратить ее только на войну. Я приехал для того, чтобы реализовать свои ощущения от жизни и поддерживать тех людей, которые живут не войной, а созиданием. Вот такие люди мне известны в Харкове. И все, что меня связывает с Украиной, это мои отношения с такими людьми, обязательства возникшие и моя связь с Украиной. А какая конкретика? Чем вы будете заниматься? Ну, прежде всего, нужно, если взять глобально, почему я пошел вообще в парламент? Ситуацию определяет среда. Вот та среда, которая у нас сейчас есть в обществе, она полностью деструктивная. Бежит бизнес, угнетается духовность. Люди уезжают из страны, люди не видят перспективы. Это касается абсолютно всех слоев. Начинают, как принято говорить, от элиты и заканчивая простыми людьми. В Италии я встречал украинцев, которые собирают мандарины в садах, которые ухаживают за престарелыми гражданами Италии, и художников, и состоятельных людей, которые просто там живут на свои деньги, которые заработали в Украине. И все они хотят убежать от этой неопределенности и тоски атмосферы, которая продиктована вот этой атмосферой последних двух лет. К сожалению. Инший выход, а не же сменить владу в центре, есть? Я не вижу другого варианта, как поменять формат этой власти. Это не значит, что... Извините меня. Это не значит, что сегодня следующие победившие должны стрелять и репрессировать предыдущих. Это значит, что нужно волей большинства народа заставить, принудить элиты пойти на компромисс, который бы обеспечил поступательную модель нормальным образом. Потому что война ничего не даст, это всегда будет перевертыш. Все равно будущее Украины лежит в консенсусе элит. А можно в том формате консенсуса понять, а в чем может быть консенсус, например, международным депутатом Аваковым, между паном Добкиным и паном Кернесом? Вы считаете, что нужно сделать какой-то дедлайн, и после этого уже прокуратура и суд не должны выполнять никаких действий? Нет, совсем я так не считаю. Вы пытаетесь меня сбить на ситуацию личных позиций и личных мнений. Я вам хочу сказать, что если мы ищем консенсуса для Украины во имя будущего, мы должны сначала посмотреть общие модели. В этой общей модели консенсуса, безусловно, существуют непримиримые позиции, которые несовместимы с ключевыми принципами развития. Вот есть беспринципность, цинизм и так дальше, с которыми невозможно никак мириться. Есть группа людей, которые олицетворяют эти позиции. Для меня в такую группу входят некоторые лица, из которых вы назвали. Я думаю, что мое личное мнение состоит в том, что с некоторыми бесполезно договариваться. Их общество должно просто поставить в те условия и на то место, которое они заслуживают. А прокуратура и суд могут их поставить на какие-то места? А прокуратура и суд пусть сама решат. Майя нация заработает, чем не мая. И тут очень важный момент, когда эта институция будет работать сама, а не будет побуждена губернатором Аваковым, народным депутатом или каким-нибудь министром. Это принципиально важный вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...